всем привет рада вас видеть извините за то что в очках все хорошо просто здесь очень ярко слепят глаза поэтому чтобы не чурится постоянно я просто надела очки я сейчас нахожусь на веранде вон там балкончик в одну из спален погода хорошая погода прекрасная какой сегодня 21 июня 2023 года среда начнем и сразу к самой знаете такое тяжелое для меня теме я об этом не особо рассказывала просто как-то делала свои дела в общем я помню что говорила что мы здесь в грузии в батуми временно что мы собираемся переезжать в польшу по карте поляка для этого мне надо всего лишь выучить польский язык подготовиться к собеседованию пройти собеседование на карту поляка получить карту поляка сделать визы и переехать всего лишь и в прошлом году в апреле месяце я начала изучать польский язык и сейчас я уже неплохо читаю могу что-то сказать и в принципе чувствую себя гораздо уверенней в этом вопросе спасибо моему репетитору валерия что она со мной так возится и учитывая какие-то особенности подбирает ко мне ключик вот но по поводу карты поляка прохождение интервью и так далее и к вопросу почему мы все еще здесь не получается с интервью я ни разу еще не была на нем но у меня не получается просто записаться на интервью дело вот в чем мы здесь в грузии просто туристы у нас нет внж ничего этого нет вот и поэтому записаться в консульство в тбилиси в польское для прохождения интервью не представляется возможным я писала в польское консульство на что мне сказали что связи с тем что в грузии много украинских беженцев обслуживать в первую очередь их и тех у кого есть вид на жительство в грузии то есть в принципе тут все понятно уточнить этот вопрос стоило но тем не менее вот так вот я не могу проходить собеседование на карту поляка в консульстве в грузии в тбилиси я решила написать в другие консульство чтобы спросить могу ли я у них проходить без внж собеседование на карту поляка чтобы вы понимали я я сижу сейчас такой вот тетрадочкой я написала в 9 консульств включая тбилисская конечно я писала в азербайджан в консульство в баку я писала в армению в консульство ереван я писала в боснию и герцоговину консульство сараева я писала на кипр консульство никосия я писала в черногорию в подгорицу я писала в сербию в белград я писала в турцию в анкару и в стамбул у них есть там два одно консульство а второе я уже не помню как называется но туда тоже можно и в арабские эмираты даже самый прикольный ответ был из арабских эмират потому что я думала что они как лояльнее относятся там к туристам еще что то но у них самый лаконичный ответ был на польском конечно же процитирую с переводом на русский соблюдением дословного перевода какое отношение вы имеете к арабским эмиратам но в том плане что я у них не являюсь президентом не имея внж вот больше они ничего не ответили такая ну понятно вот турция написала что идите в консульство в тбилиси и несмотря на то что я указала причину что я не могу проходить в грузии потому что у меня нет внж вот сразу хочу забегать вперед внж здесь получить сейчас стало достаточно сложно вот мы пробуем это 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 сделать но хотя бы чтобы сходить в консульство но не получается пока армения ответила что идите по прописки проходить собеседование в общем если вкратце сказать то все восемь стран ответили идите проходить собеседование на карту поляка либо в тбилиси потому что вы сейчас территориально в грузии находитесь либо езжайте домой в питер и проходите там именно в питер стоит сказать что в россии по моему два или три три консульство польских которых можно проходить собеседование это в в Питере, в Москве и в Калининграде. То есть, да, я из Питера, поэтому как бы должна там проходить собеседование, но по факту и нигде больше, не в Москве, не в Калининграде, то есть нужна регистрация какая-то другая. И сразу, наверное, стоит ответить на вопрос, так приедь в Питер и пройди. Тут всё. С консульством в Питере тоже не всё так просто. Это если даже не считая того, что я как бы не планирую приезжать в Питер, в Россию. Дело в том, что записаться в консульство польское в Питере можно только один раз в месяц. Раньше было один раз в неделю, по понедельникам с часу до двух, по-моему, там один час. То есть, представляете, да, сколько желающих, и раньше-то записаться можно было только один час в неделю, на следующий месяц ты записываешься, если не успел, ну, на следующей неделе пробуешь. Вот. А сейчас один раз в месяц. Дети на площадке орут. И, в общем-то, да, даже записаться как бы на собеседование весьма проблематично, вот, чтобы его пройти. И опять же, тут надо приезжать в Питер, и мне бы этого не хотелось делать. Поэтому мы все еще здесь. Повторяю, мы живем в Батуми уже, получается, сколько месяцев-то? Почти полтора года. Год и четыре месяца, получается, мы здесь живем. Мы, как делаем визаран, приезжаем, уезжаем. Один раз делали визаран. Надо будет еще в скором времени сделать, наверное. Как-то так пока и живем. По сути, мы здесь туристы. У нас не получается получить ВНЖ, а без ВНЖ мы не можем подаваться в какие-то местные консульства, чтобы решать свои бюрократические вопросы, если можно так сказать. Сложно о таком говорить. Хочется, знаете, говорить, вот, у нас все получилось, мы там переехали, все получилось, все хорошо. Но вот как есть, жизнь такая. При том, что я, в принципе, понимаю, что, ну, вот так вот. Я не... То, чтобы там не расстраиваюсь, конечно, там это усложняет сильно жизнь, но я принимаю, грубо говоря, это как есть. Ну, вот так вот. Надо искать какие-то другие пути, что мы и делаем. У нас есть несколько вариантов, мы о них думаем. Просто все тоже очень-очень непросто. Это вкратце о том, как сейчас обстоят дела, как обстоят обстоятельства. Я писала... Я писала на почту в консульство на польском языке. Письмо мы составляли с репетитором своим. Вот. То есть оно грамматически корректное, правильное, верное. Получала я ответы. Я тоже на польском языке читала все это. Вот. А, да, лучше всех мне ответили, кстати, в Сербии. Они написали, что если вы... Они, во-первых, ответили мне по документам, какие нужны документы, что нужен перевод, нотариально заверенный, всех документов. Ну, на польский язык, конечно же. Просто они у меня на русском и на украинском. Вот. И что они могут меня принять, если у меня будет ВНЖ Сербии. Мы об этом тоже, кстати, думали, что, может быть, уже в Сербию поехать, получить ВНЖ там, потому что, ну, есть возможность такая. Вот. Это, как бы, один из вариантов ВС-планов. Тоже все очень непросто, все очень сложно в плане, как все собрать в кучу, все те вещи, которые надо сделать. Но мы стараемся, работаем над теми вариантами, над которыми можем сейчас работать. Я продолжаю учить польский язык. Я готовлюсь к собеседованию, изучаю культуру, польскую историю. Уже гораздо больше потребляю контента на польском языке. То есть смотрю YouTube, смотрю передачи какие-то на польском языке, фильмы, кстати, тоже. Не все просто. Постоянно сидишь, гуглишь, но, по крайней мере, виден прогресс. Это в том... Это по сравнению с английским языком. Потому что английским языком я занимаюсь. Очень сложно все идет. Со мной даже сейчас Денис стал заниматься. Сложно идет, но прогресс есть. Но по сравнению с польским, конечно, мой английский такой вообще весь. В общем, это вся информация, о которой я хотела с вами поделиться, чтобы, знаете, вы просто знали ответ на вопрос, почему мы все еще здесь в Грузии, хотя собирались здесь пробыть совсем недолго, почему мы еще не в Польше, ведь мы собирались именно туда. Вот по этим причинам, которые я назвала выше. В общем, чтобы вы понимали, как я сидела. Я сидела вот на этой самой доске, потому что были дожди, и на веранде вот такие вот лужи. Напоследок могу еще показать наши растения. Вот так вот они сейчас выглядят, цветут. Но не все цветут, как видите. Я не очень хороший растений вод. В общем, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok